Один из самых известных текстов в истории санскритской литературы, это Мишанка и Бабликария, но не только самый известный текст, но и один из самых проблематических текстов. Проблема, начиная от авторства и заканчивая, был ли изначально этот текст в том виде, который мы имеем в виду сейчас. Я даже не говорю о проблеме разночтения. Можно, пожалуйста, второй слайд? Вот это... А вопрос проснутый, можно поставить? Вот эта страничка из критического издания «Трех шаток» и, коллеги, я вам ничего не напоминаю. Мы не напоминаем критическое издание М. Кабхара, но не как не авторского текста. Помимо того, мы имеем как минимум пять критических изданий. И когда я говорю о критических изданиях, я имею в виду труды, в первую очередь, известного ученого индийского Дамодора Касамби, который, кстати, по образованию был математик, он также получил традиционное прахманское образование, и в один момент прекрасный учитель посоветовал ему заняться этим текстом, и благодаря его трудам мы теперь имеем шикарные издания критические этого текста. Почему это так много? Ну, во-первых, известно, что существует две основные редакции данного текста, так называемая северная неупорядоченная, это не совсем так, и южная упорядоченная. И Дамодор Касамби внутри этих двух редакций еще усматривает, я бы это назвал, рукописные традиции, восходящие к некоему источнику. Касамби называет их архетипами. И вот начиная с 40-х годов он публикует эти так называемые архетипы, и он отмечал, что гораздо важнее издавать критические издания, публиковать этих архетипов, нежели делать какое-то общее критическое издание. Но, несмотря на это, все-таки в 1948 году он опубликовал общее критическое издание, и сам отмечал, что это, конечно, надо делать, но он не видел перспектив, зачем это, что может дать это критическое издание. Но я не очень с ним согласен, все-таки важно, что это критическое издание состоялось. Оно действительно не любое и странное, но особенное. В нем три основных части. Первая часть он уделяет некое ядро, то есть это строфы, которые практически в большинстве версий присутствуют. И их у него оказалось ровно 200. Почему-то такое ровное число получилось. Странно, что математик не обратил на это внимание. Ну, это не важно, 100-100 строк. Вторая часть, он ее называет «Самшаритэшлокас». Я бы их не называл сомнительными, но это стихотворение, которое, кстати, практически все общеизвестно, они во многих изданиях присутствуют. И, ну, скажем, многие согласны, что это бартрихария. Но и они действительно во многих редакциях присутствуют, в меньшей стихе, чем первая часть. Но проблема в том, что их 152. Эти страты. То есть у нас 52 партизана. И нет формальных и критерий определить, принадлежит это бартрихария или не принадлежит харий на эстрафан. Ну, а меня заинтересовала третья часть. То, что Касамби называет «стрей-версис». То есть это стихотворение, которое единожды присутствует в определенных рукописях. И понятно, что у нас никаких серьезных оставаний нет приписывать это бартрихария. Так вот, этих «стрей-версис» у него аж 499. Я просмотрел весь этот, скажем, текст. И, ну, процентов, наверное, на 70. Там действительно малоинтересное стихотворение. Очень много таких дидактических стихов в духе «нетиша, таки чанаки». Типа, что такое хорошо, что такое плохо. Есть откровенно кришнаинские стихотворения, которые вряд ли можно шиваитом бартрихария приписать. Есть действительно очень талантливые, красивые стихотворения. Но в издании «Критическом» Касанбе указал, где эти стихотворения еще встречаются в санскритской литературе. И там мы можем встретить стихотворения из Амара Шапки, из Кшеменбы, из Тантрафьяики, из Панча-Тантры и из других произведений. Есть действительно анонимные стихотворения, замечательные. Но, опять же, из-за стихотворения талантливые, это не есть литерий, приписывай кому-то, какому-нибудь испарят. Но я обратил внимание на некоторые стихотворения, которые мне что-то стали напоминать. Что же это? Таких набралось, скажем, не много и не мало. Порядка десятка трех. И все эти стихотворения, как мне показалось, так или иначе связаны с текстом Шапки-Тантрафья. И вот я все, конечно, не буду приводить. Приведу только несколько ярких примеров. В этих стихотворениях только каким-то образом, и попытаюсь видеть, каким, они связаны именно с текстом Шапки-Тантрафья. Есть у Барпикари стихотворение, которое, кстати, только в северной редакции присутствует. Именно я его вычерпнула. И оно, как правило, идет в начале нити-шапки, хотя бы содержание никакого отношения к нити-шапки не имеет. Я считаю, что это представление чем-то вроде эпиграфом ко всему циклу. Обязательно сопровождая это стихотворение комментарием, рассказывается о некоем царе, а по одной из легенд патриархальным царем. Значит, царь подарил своей жюри ей плод, дающий личную молодость. Та негодяй перенарилась своему возлюбленному, тот своей, а та тайно была влюблена к царю, и этот плод таким образом вернулся обратно. Значит, царь расстроился, написал вот это стихотворение, вот, я ее люблю, она любит друг другого, тот, значит, третью, а та третья меня. И вот в конце произносит эту фразу, будет проплята она, и он, и хама, и это, да и я. Ну и согласно легенде, значит, ушел в лес. Вот, давайте, давай следующий слайд. Вот, в критическом издании находим следующее стихотворение, несколько странное. Хотя, очевидно, вот последняя строчка у нас полностью совпадает к батрикаре, но, сразу говорю, это не плагерат, это реально цитирование тех, кто батрикаре. Что же здесь говорится? Некто обращается к путнику, о путникск книжкой в руке. Это уже интересно. Ну-ка, на секундочку, Шанам Атра Мэрикан. Есть вариант этого стихотворения, там, Шанам Атра Тиштха, остановись на секунду. И дальше вопрошает некто, ты врач, а может быть астролог. И дальше, вот, какой-то хочет задать вопрос человек, странная фраза. Кто-то каждый день бывает каким-то, то ли любовником, то ли возлюбленным. Вот, и Вадаку Атрофету, скажи, в чем дело? И, я думаю, что это стихотворение, что-то вроде загадки, предлагается разгадать. А что значит эта странная фраза? Будь пропляты эти, 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 да и я. Похожее стихотворение встречается в антрологии Сургаша Таратана Бандагара. Вот там совершенно конкретный контекст и совпадает только первые две строчки. Это стихотворение находится в разделе о неверных жонах Асати. И вот эта стихотворение произносит вот такая неверная жона. Она видит некоторого путника и говорит, у путника слишком в руке, ты врач, а может быть астролог, посоветуй, как вылечить слепоту. Он святой, а астролог, ты скажи, когда придет мой муж, вернется мой муж, которого черная звука уже нет. Таким образом, дважды ему намекают на любовную связь. Вот, ну, вот не буду угадать, что здесь и мир в виду, автор данной строки. Но, во-первых, здесь явное цитирование текста Батри Харри. И, скорее всего, это вот такая загадка. Так, следующий, пожалуйста, слайд. Значит, далее, вот, например, того, что бы я назвал упрощенный вариант страфы из Шадакатрая. То есть, вот, в политическом узнании включаем следующее стихотворение. Значит, пока здорово тело, пока смерть еще далеке, постарайся сделать что-либо благое от своей души, в конце жизни, что будешь делать. Дальше, пожалуйста. В Шадакатрае мы находим следующее стихотворение. В этой темане оно начинается точно так же, как и предыдущее. Я вас, кастом и дам, только не дехом, а талеворо грехам, что то же самое, тело, да? Дом по имени тело. То есть, пока тело здорово, пока вдалеке старость, пока все в порядке, сколько были чувствами, пока не пришло истощение жизненных сил, вот, умный человек должен совершить великое усилие от мышления сил на благо души. Но это еще не конец. Дальше замечательная фраза. Пример из жизни. Когда дом охвачен огнем, то рытье колодца, что за предприятие? И надо сказать, что это, я не знаю, придумал ли эту фразу подпекали, но, в принципе, эта фраза стала крылатой. Я ее встречал в разных вариантов антологии. В частности, на окупах Ананом Юптом продикты в их нагрете, то есть, поддавая колодец, когда дом горит. Так что, вполне возможно, и батрехарики. Вот и следующий вариант. Следующий вариант – это, наоборот, как бы расширение содержания, взятого из шаток от границы. Вот, шейгар и шаток, и находим следующую строку. Значит, о женщинах, как говорится, батрехарий. Потому что они с одним говорят, на другого игриво смотрят, а третьего в сердце лежат. И кто же не убил этим женщинам, скажите. Можно было бы сказать, что здесь батрехарий изобличает гордоватых женщин. Но я думаю, что здесь все-таки даже не о женщинах речь, а о мужчинах. Очень деликатно батрехарий здесь говорит о том, что не дано мужчинам понять, что там в душе уже есть. Вот, Лихте, анонимный автор, взял это стихотворение и решил развить тему, но уже в духе такого вот, женоненавистничества и изобличения коварства женщин. Следующий, пожалуйста, спать. Обратите внимание, что автор использует вот тоже это нестремление, аням, 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 аням. И точно так же заканчивается стихотворением вопросом. Ке на хаштена слышно? Значит, обнимает одного, речами увлажает другого, и Грива смотрит на третьего, слезы проливает по поводу четвертого, проклинает пятого, ненавидит шестого, на ложе восходит с седьмым, а думает о восьмом и даже о девятом. И, значит, вопрос, ну какой же такой негодяй сотворил вот эту стремую иллюзию военния женщины, которая, значит, душчарита, да, нечестиврая и наносит вред всему миру. Следующий вариант, пожалуйста, я условно называю скрытые цитирования в том смысле, что кто-то что-то скрывал, а может быть даже непроизвольно автор использует вот какие-то словосочетания, которые мы находим к иму подпихать. Вот стихотворение начинается с осара-самсара, такая струобразная игра слов. То есть мир, он осара, бессмысленный, легченый, стерплен, густой. И мир здесь сравнивается с, вот я раньше не встречал это сравнение, может кто-то мне подскажет, он сравнивается со спелым бананом, как с нутром спелого банана. Но я думаю, что здесь как бы банан с белой, он имеет форму в бокалом шкуре, а раскрываешь там один дженбер. Вот, то есть внутри он не имеет этого стержня. Дальше жизнь, она мимолетна, как вспышка молнии, а таренья молодость, она подобна потоку реки, падающему с горы. И в конце, вот лица это, ахоа лхаш, яма пулса, какова же дерзость этих людей, что их манарх, ум, и шарян хавати, все равно, то есть, превышеперечисленным, бежит за вещами, то есть, кремится чем-то обладать. Я бы обратил, да, вот что касается асара-самсара, мы трижды встречаем во фрихаре такое словосочетание, можно встречать. Вот, дважды шарян хавати, один из своей армии, причем дважды в начальной же позиции, почти зачинок. Ну, вот есть вариант сфап на сары, сфап на сары, в то время, есть разночтение сфап на сары, сфап на сары, то есть повторяется. Ну, мы можем гадать, во фрихаре не придумывалось слово, это словосочетание, оно действительно встречается в литературе, в частности, у Гавабути, потом у Утгарты и в текстах Гармавирек Халариюхи. Но, Гавабути и Утгарты это восьмой век, а вот этот Халариюх это двенадцатый век. То есть, явно это позже Батрихар. Но, неважно, сочинялось у Батрихаря или нет, я пообратил внимание на последнюю строку, можно дальше, последнюю строку данного стихотворения, Ахо, Гашкин, Кунса. Мы в Батрихаре находим стихотворение, во-первых, написанное абсолютно этим же размером, и концовка, дальше, пожалуйста, «Ахо, дрыш-так-кай». Но это явно не случайно совпадение. Увы, это дерзкое тело. здесь Батрихарь, другая тема здесь немножко, значит, Батрихарь, ну, так скажем, герой данной штрафы говорит о себе, что вот все, все мирские наслаждения все закончились, гордыня вся ушла, взрос сверстники все уже на небесах, то есть я в таком же плачевном состоянии, как я, вот едва стою с помощью крюки, и вода подкрытым раком суть ослеп, и при всем этом, увы, мое дерзкое тело еще и смерть и боец. Вот. И еще один пример приведу, я условно назвал заимствование темы, то есть вариации по поводу того, что говорится в каком-то стихотворении из Шадека Фрара. В принципе, вот там два примера были, их тоже можно назвать как заимствование темы вожественной вещества эти. Вот находим такое стихотворение, вопрошает автор безымянный, что корешки из пещер пропали, ну, непонятно, что за корешки из пещер, а дальше будет тесто, почему? Ушли в пролая буквально, ким пролаям у богата, а деревья уничтожены, а водопады плодоводные, текущий сбор что иссохли, а что меч знания заточены правильностью отречением уничтожены, раз мудрые люди, погрязшие волчность, идут на поклон царя. Вот практически вот по теме совпадающие находятся творения в Вальдаре Шадеке. И обратите внимание, используют такую же фразу у нас переводчик ким пролаям у богатых, а у подвекарей ким пролаям готами. И говорит в подвекаре в принципе о том, что с ханами места ямалах-ямалата ямалайские пролаюшки уничтожены в какие места прохладные от брызг от волн ганги и с прекрасными плантами где выседают медиадары. Опять же, имеется в виду обшельничество, конечно, что люди они довольны тем, что им бросают подачки с презрением для других. Ну, имеется в виду, конечно, не нищие и не попрошайки, которые живут подачками, а люди на услужении. Ну, это тема очень часто встречается в подвекаре. Поэт, служащий царю, практически равный, и поэт, отжимник, свободный человек. Вот. И еще можно много, конечно, примеров приводить, но отмечу, что вот наиболее распространенный, что я скажу, такой способ подражания подвекаре это либо заимствованные темы, и совместно заимствованные формы подачи стержания. Ну, напоследок, отвлекусь уже от критического издания, приведу пример из другого текста. У Батрехаре есть стихотворение, написанное с использованием фигуры речи Шлеша, стихотворение двойного смысла. То есть это стихотворение описывающее праврид, праврид, сезон дождей, праврид, там, утрекайся на гаджем, кого не восхитит сезон дождей, и дальше три определения к сезону дождей. Дипетакам, разливается любовь, векасе таджати, кушку, сутан, распространяется аромат цветущего жасмина и сезон дождей когда высокие тучные облака по нему кругу. И он сравнивается с сезон дождей вторым с девушкой. То есть все эти три определения нужно понять, как грибик касается. То есть дипетакам, благодарящая страстью, благоухающая, как цветок жасмина, и с пышной высокой грудью. Но мы с вами не индейцы и в общем можно мы не заметить тут одну вещь, которая странная для индейцев. Никто из этого. Цветок дождей какие? Высокие облака в цветое дождей. Они низкие даже в цветое дождей. А у них нет низких. Они есть. Значит, высокие облака после после ситуации. Я имею ввиду да. И вот один к сожалению, не знаю его имени автора. А, есть низкие облака, низкие тучи. Сейчас будут. Тучи, да. Сейчас будут. Люба Тихарей, кстати. Даван Бубхир, Бури, Велан Беналкарад. А, ну да, Велан Шепан. Велан Беналкарад. Вот. И в двух антологиях встречается стихотворение. Ну, у Ведиакара. Нет, ну да, я просто не пришел пароль. Да. И он написал пароль. Ну, прикольно. Учисон исследований. Прожили. Значит, тоже описание про выше. Сезон дождей. Значит, сезон дождей какой? Апогата радио река. Это вот такое неприятность, как пыль. Апогата установлена, пыль прибита дождиком. Дальше. Таракаалока свет звезд. Он гайна патолокранка. Закрыть пеленой туч, естественно, да? И ламба поет варабара. И у него такие свисающие тучи, нависающие на земле. И этот прорыв он врыд гаванитар. Будто старуха. Возлюбленная стала старшая старуха. Да, естественно, нужно все эти три слова понять, как уже определить старуху. Апогата раджи векара. Да, да, извините, в период климакса. Апогата раджи понятна ослепшая и отвешивая. Я вот это порог. Вот я никаких особых выводов не хочу, но в городе верующие, что, безусловно, такой текст должен был как-то не просто быть любимым, но и влиятельным поэтической традиции Инглии. Но вот благодаря издание Корсампи мы можем вычеркнуть смотрим как. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ